В эфире КБС World Radio, Семерное радио КБС из Сюла. С выпуском новостей вас знакомит Алексей Ким. Основные темы этого выпуска в Республике Корея постепенно готовятся к ослаблению карантинных мер. Главы МИД Республики Кореи и США судили ситуацию на корейском полуострове. Эндрю Ким раскрыл содержание беседы Ким Чунына и Дональда Трампа. А теперь эти и другие новости более подробно. Правительство Республики Корея готовится к возвращению к обычной жизни, не подразумевающее ослабление карантинных мер, полной мере учитывая общественное мнение. Об этом 6 октября заявил министр здравоохранения и соцобеспечения Кун Док Чоль, выступая в ходе парламентской инспекции. По его словам, для этого с учетом уровня вакцинации будет поэтапно изменена система мер социального дистанцирования, пересмотрена система здравоохранения с упором на обеспечение должного ухода за тяжелобольными. Он подчеркнул, что в этом вопросе делается упор на достижение баланса между противоэпидемическими мерами и нормальной жизнью жителей страны. Между тем ожидается, что в ходе парламентской инспекции Министерству здравоохранения и соцобеспечения наибольшее внимание будет уделено планам по разработке вакцин от COVID-19 и препаратов для лечения зараженных, а также мерам по налаживанию обычной жизни населения. Правительство намерено сформировать специальную комиссию по этому вопросу, председательствовать в которой будут премьер-министр и представитель общественности. Соответствующий план будет представлен в конце октября. Между тем, американская фармацевтическая компания MSD сообщила об успешных результатах испытания препарата от COVID-19. Отмечается, что исследуемый пероральный противовирусный препарат значительно снизил риск госпитализации или смерти в ходе промежуточного анализа испытания третьей фазы. В этой связи жирнокорейские власти ведут переговоры с компанией по вопросу закупок данного препарата. 5 октября в Париже стояла встреча министра иностранных дел Республики Корея Чон Иона и его американского коллеги Тони Блинкина. Стороны обменялись оценками ситуации на корейском полуострове, обсудив вопросы поддержания стабильности в регионе и возможности возобновления диалога с КНДР. Чон Ион объяснил позицию Сюла по предложению объявить об окончании корейской войны в качестве шага к активизации контактов с Севером. Данную идею 21 сентября озвучил президент Республики Корея Мунджин в ходе своего выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН. Он, в частности, предложил, чтобы две Кореи и США, или две Кореи, США и Китай договорились и объявили об официальном окончании корейской войны. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество по этому вопросу. Между тем, Чон Ион принимает участие в конференции ООН по торговле и развитию, которая проходит в формате онлайн с 3 по 7 октября. В ходе мероприятия глава Южнокорейского МИД выразил готовность Сеула внести свой вклад в подготовку мирового сообщества в посткоронавирусной эпохе. Он подчеркнул важность справедливого и равного распределения вакцин в целях всеобщего восстановления после пандемии, разъяснил суть мер Республики Кореи по поддержанию глобального проекта Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцин COVAX Facility. Министр также представил план действий по предоставлению помощи в борьбе с пандемией в рамках международного сотрудничества. Бывший руководитель Центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким раскрыл содержание беседы главы КНДР Ким Чон Ына и бывшего президента США Дональда Трампа, имевший место во время первого северокорейско-американского саммита в Сингапуре в июне 2018 года. По его словам, в ходе разговора Ким Чон Ын спросил у Дональда Трампа, что он думает о нем. Американский президент ответил, что считает северокорейского лидера умным и немного скрытным. По словам Эндрю Кима, такой ответ Ким Чон Ына не устроил. Тогда он задал другой вопрос о том, доверяет ли ему Дональд Трамп. На это был получен положительный ответ, что удовлетворило главу КНДР. Трамп, в частности, заявил, нам нужно работать вместе, предстоит решить очень важные проблемы. Естественно, что я доверяю вам. После этого Ким Чон Ын активно включился в переговоры. Эндрю Ким отметил, что для главы Северной Кореи было важно перед началом переговоров услышать слова о доверии. Также отмечается, что заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Джон, которая приходится сестрой главе КНДР, показала себя очень достойно, проявив учтивость и скромность. Эндрю Ким также отметил, что сегодня Пхеньян, вероятно, хотел бы видеть более конкретную дорожную карту касательно северокорейской политики администрации нынешнего президента США Джо Байдена. Помимо этого, он затронул тему возможности проведения межкорейского саммита. По его мнению, до окончания президентского срока Мунджиина вряд ли стоит надеяться на личную встречу с Ким Чон Ыном, но переговоры в формате видеоконференции вполне возможны. Пятого октября глава МИД Республики Корея Чон Ыон провел встречи со своими коллегами из Италии Луиджи Димайо и Хорватии Гордоном Грилич Радманом. Переговоры состоялись на полях министерской встречи стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития в Париже. Министры иностранных дел Республики Корея и Италия обсудили актуальные темы двусторонних отношений. Они договорились о расширении сотрудничества по вопросу развития зеленой промышленности, а также в других сферах, нацеленных на будущее. Главы МИД двух стран также решили тесно сотрудничать с достижением значимых результатов по противодействию изменению климата, реализации информационных инноваций, защите уязвимых слоев общества в рамках саммита Большой Двадцатки, которая состоится в конце октября в Риме. Далее Чон Ийон провел встречу с главой МИД Хорватии Гордоном Глич Радманом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию на корейском полуострове. Министры договорились расширить сотрудничество в перспективных областях будущего, в числе которых электромобили, а также активизировать обмены на высоком уровне, учитывая, что в следующем году исполняется 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений. Гордон Глич Радман выразил поддержку усилиям Сеула в налаживании прочного мира на корейском полуострове. Фумио Кисида, председатель правящей либеральной демократической партии Японии, 4 октября был избран на должность премьер-министра Японии. Однако это не предвещает резкого изменения курса Токио в отношениях с Сеулом. Об этом 6 октября заявил посол Республики Кореи в Японии Канчан Иль. По его словам, Фумио Кисида во время работы министром иностранных дел настаивал на необходимости ведения дипломатического диалога. «В этой связи можно предположить, что новое японское правительство будет придерживаться открытой позиции в обсуждении вопросов улучшения двусторонних отношений», – добавил он. Ханчан Иль отметил, что Сеул продолжит сотрудничество с администрацией Фумио Кисида в целях будущего развития отношений между двумя странами. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 5 октября в стране зарегистрированы 2027 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии – 323 379 человек. Таким образом, отметка в 2000 зараженных вновь превышена после того, как в течение двух дней она держалась ниже этого показателя. Такой рост вызван увеличением количества тестов после выходных дней. Медики опасаются резкого роста заболеваемости по всей стране после трехдневных выходных со 2 по 4 октября, когда свершались многочисленные поездки по стране. Также ожидается рост количества заболевших после предстоящего с 9 по 11 октября выходных дней. Заболеваемые в столичном регионе, включаясь им Сеул, Инчон и провинцию Кенгидо, по-прежнему превышает средний уровень по стране. На его долю пришлись 74,7% новых случаев инфекции. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, умерли еще 12 человек. Общее число умерших – 2536 человек. Коэффициент смертности – 0,78%. К момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 39,785,000 человек, или 76,76% населения страны. 27,994,000 человек, или 54,01% населения вакцинированы полностью. Кендер вновь призывает Сеул изменить свое отношение пхеньянам. 6 октября на пропагандистском сайте Тунри Мэйари появился комментарий от имени представителя научно-исследовательского института объединения Кореи Хёнчоля. В нем говорится, что ухудшение межкорейских отношений будет продолжаться до тех пор, пока южнокорейская сторона не изменит свои враждебные позиции относительно КНДР. Совместные женно-корейско-американские военные учения и наращивание вооружений являются источником недоверия и противостояния. Нынешняя ситуация подтверждает, что юг только на словах выступает за диалог и улучшение отношений, но на деле не стремится к этому, подчеркивается в комментарии. Хёнчоль отметил, что дальнейшее направление развития межкорейских отношений зависит от того, изменит ли Силу свое отношение. Это заявление схоже по смыслу с заявлением лидера Северной Кореи Ким Чон Ына, сделанным 29 сентября на сессии Верховного народного собрания. Он сказал, что от позиции власти Южной Кореи зависит, будут ли межкорейские отношения восстановлены и перерастут ли они в новый этап, либо сохранятся в нынешнем состоянии. В последнее время северокорейские пропагандистские сайты и другие СМИ постоянно озвучивают призыв к Республике Кореи изменить отношение к КНДР и вести независимую от США политику, а также критику относительно наращивания югом военной мощи и продолжения совместных США военных учений. По данным Банка Кореи, валютные резервы Республики Корея по состоянию на конец сентября составили 463 миллиарда 970 миллионов долларов, что является новой рекордной отметкой. Это на 40 миллионов долларов больше, чем в предыдущем месяце, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Банки Кореи объяснили, что сумма активов в других иностранных валютах в пересчете на доллары сократилась, но значительно выросли доходы от управления валютными активами. Доля государственных и корпоративных облигаций в структуре валютных резервов возросла на 1 миллиард 50 миллионов долларов, в составе 419 миллиардов 350 миллионов долларов. Специальные права заимствования Международного валютного фонда выросли на 190 миллионов долларов до 15 миллиардов 380 миллионов долларов. Между тем, банковские депозиты сократились на 1,1 миллиарда долларов, в составе 19,8 миллиарда долларов. Резервная позиция МВФ сократилась на 50 миллионов долларов, в составе 4,6 миллиарда долларов. На золото пришлось 4 миллиарда 790 миллионов долларов, что равно показателям прошлого месяца. В конце августа республика Кресняла восьмое место в мире по сумме валютных резервов. В первую тройку по-прежнему входят Китай, Япония и Швейцария. А ситуация на бирже, валютном курсе и погоде. По итогам торгов на корейской бирже, ее главный индекс Коспи составил 2908,31 пункта. Он снизился на 53,86 пункта. Индекс акций высокотехнологичных компаний Косдак составил 922,36 пункта. Он снизился на 33,01 пункта. Курсы валют следующие 1192 вонны за доллар США, 1308 вонн за евро, 1067 вонн за 100 японских иен, 16 вонн за российский рубль. В Сеуле продолжаются дожди, температура воздуха плюс 19 градусов ночью, плюс 22 градуса днем. Это был выпуск новостей из Сеула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова